SCP-1258. Путь хозяев класса объекта Евклид. Особый слой содержания. Все материалы, относящиеся к SCP-1258, содержатся в архиве документов в зоне 19. Доступ ограничен уровнем допуска 4 и выше. Любые организмы, проявляющиеся как либо признаки владения SCP-1258, считаются экземплярами SCP-1258-1 и подлежат немедленному устранению, если не являются частью одобренного эксперимента. Стандартный мониторинг фонда на предмет аномальной активности животных должен учитывать признаки SCP-1258. Описание SCP-1258 представляет собой боевое искусство неизвестного происхождения. В настоящее время фонд располагает достаточным количеством материала на различных носителях, чтобы восстановить несколько используемых основных стилей для изучения, но информации о более сложных стилях недостаточно. SCP-1258-1 – любой организм, обладающий знанием SCP-1258 и способный практиковать его самостоятельно. На фотографии часть руководства SCP-1258. Некоторые позы частично отредактированы во избежание распространения. Когда SCP-1258 практикуются людьми, никаких аномальных эффектов не наблюдается. Аномалии SCP-1258 проявляются, когда выполнение данных движений визуально воспринимают не являющиеся людьми млекопитающие. Только плацентарные на сумчатых млекопитающих аномальных эффекта не распространяются. Такое животное начинает испытывать мягко навязчивое желание прекратить любую маловажную деятельность и начать наблюдать за исполняющим движением. После недолгого периода пассивного наблюдения, животное начинает пытаться повторять эти движения в меру своих возможностей. Ввиду анатомических различий, некоторые животные более способны к имитации движения SCP-1258. Но независимо от способностей, все животные будут продолжать практиковаться, пока не будут отвлечены острой необходимостью, голод, оспасность и т.п. Или пока исполняющий движение, человек не прекратит эти действия или не скроется из их поля зрения. Если животному позволить наблюдать и имитировать движение SCP-1258 в течение определенного периода времени, то у него начинают развиваться человекоподобные черты. Даже однократного воздействия SCP-1258 может быть достаточно, чтобы вызвать дальнейшее развитие аномалии. Точный период необходимого воздействия зависит от множества факторов, в том числе вида субъекта, потраченного на выполнение времени, мастерства человека-исполнителей и т.д. Подробнее смотрите протокол экспериментов. В целом процесс начинается на уровне грубой анатомии. У человека, у четвероногих организмов развивается пригодная для прямохождения мускулатура ног, противопоставленный большой палец на руках или эквивалентных конечностях. Рост увеличивается до минимальной высоты примерно 1 метр, стоя на двух ногах. Животные, имеющие разные размеры больше указанного, не увеличиваются, хотя развитие других квазичеловеческих черт продолжается. Кроме того, практически у всех животных развивается крупный мозг, особенно его части, связанные с речью. Эти преобразования требуют значительного увеличения потребления питательных веществ, чем потребляла бы нормальная озовь. Предполагается, что SCP-1258 также ускоряет обменные процессы для увеличения скорости роста. Без адекватного питания рост испытуемых замедляется, но продолжает прогрессировать. Субъекты продолжают практиковать SCP-1258 даже при отсутствии инструктора или каких-либо связанных материалов. При этом они могут демонстрировать знания форм и движений, воздействию которых они ранее не подвергались. Это аномальное знание теоретически может представлять собой еще один побочный эффект воздействия SCP-1258. Постоянное воздействие может привести к дальнейшему развитию упомянутых чертв, перестроению в конечном итоге голосовых связок или эквивалентных органов челюсти и пищевода. После достаточно долгого воздействия субъекты могут общаться устно на человеческих языках. В целом, животным доступен язык и лексика, знакомые им дам воздействия на них. SCP-1258. Например, животное, выращенное носителем английского языка, ретроактивно изучает английские слова, которые слышала от хозяина. Кроме того, большинство животных проявляют навыки овладения языком, сравнимый с человеческим ребенком, что позволяет им учиться в условиях в ускоренном темпе. Интеллект субъектов существенно возрастает, поскольку они продолжают практиковать упражнения в стиле SCP-1258 и достигают, как правило, 110-140 баллов IQ по данным стандартных тестов фонда. В конце концов, субъекты отказываются от любого сотрудничества с людьми и пытаются сбежать любыми средствами. Выдержку из опытов на животных смотрите в протоколе экспериментов SCP-1258. Приложение «Происхождение SCP-1258». Время и точное место происхождения SCP-1258 неизвестны. Некоторые из его стилей внешне напоминают корейское боевое искусство Тхэкэн, корни которого уходят еще ко временам трех корейских государств. 57-й год нашей эры. Однако, в связи с возрождением Тхэкэн после окончания японской оккупации Кореи в 1945 году и смешением многих восточно-азиатских боевых искусств, SCP-1258 мог развиваться совсем недавно или иметь полностью иное происхождение. Дальнейшие исследования невозможны ввиду запрета на получение дополнительного материала. Отчет об обнаружении SCP-1258 был впервые обнаружен в ходе обычного мониторинга интернета на предмет аномальных артефактов, событий или лиц. 2000 за секрет на году был обнаружен канал YouTube пользователя Wayfair91. Настоящее имя Айзек Уэймар. Из-за 37 видеозаписей на канале Уэймара, первые 33 не представляли никакой ценности. Основные темы включали обзоры Уэймара на фильмы или видеоигры, ответы на видео друзей или видеодневники о его личной жизни. В 33-м видео Уэймар упомянул, что начал брать уроки боевых искусств в соседней школе. Остальные 4 видео были сняты в течение прямо 3 месяцев. Частичные стенограммы приведены ниже. Перевод с немецкого. Видео 1. Начало записи. 2-я секунда. Уэймар входит в кадр, по-видимому, после активации камеры. С 5-й секунды по 24-ю. Уэймар. Короче, я только начал заниматься в Дадзио, и ребята, вы должны это увидеть. Я тренировался перед Цезарем, собакой Уэймаром, по-видимому, помесь Терьера. Точная порода не установлена. И просто смотрите. С 25-й по 38-й секунды Уэймар быстро отходит от камеры, позволяя возвращаться с Цезарем на руках, оставив его на пол. С 38-й по 2-ю минуту 15 секунд Уэймар приступает к упражнениям SCP-1258. Цезарь сразу же начинает смотреть на него. На 44-й секунде Цезарь встает на задние лапы и начинает подражать движениям Уэймара. Ему трудно держать равновесие, диапазон его движений ограничен, но он старается воссоздать движение хозяина. Под конец упражнений Уэймар начинает смеяться. Он дает Цезарю лакомство, а затем берет его на руки и подносит к камере. 2-я минута 15 секунд по 2-ю минуту 23 секунды Уэймар. Мой маленький воин. 2-я минута 23 секунды по 2-ю минуту 26 секунду Уэймар движется на камеру и запись заканчивается. Видео 2-е. Начало записи. 2-я секунда по 3-ю минуту 56 секунду. Это видео представляет собой монтаж из нескольких записей Уэймара и Цезаря, практикующихся с SCP-1258. Диалогов нет. Вместо этого в качестве саундтрека включена немецкая версия песни «Глаз Тигра». Примечание. Невозможно сказать, в каком порядке были сняты оригинальные последовательности. Тем не менее, Цезарь кажется крупнее и как будто имеет более развитую мускулатуру передних и задних лап. На некоторых кадрах его морда кажется вытянутой, хотя ввиду плохого разрешения записи это трудно проверить. Видео 3-е. Начало записи. 2-я секунда. Очень близкий план лица Уэймара. Он находится снаружи своей спальни. 3-я секунда по 27-ю секунду. Уэймар. Короче, Цезарь ведет себя очень странно в последнее время. И он... Да, смотрите сами. 27-я секунда по 1 минуту 44-ю секунду. Камера движется в сторону от лица Уэймара и показывает спальню через приоткрытую дверь. Виден Цезарь, занимающийся CP1258. Эксперты фонда по боевым искусствам отмечают, что этот стиль является более продвинутым, чем показанный в предыдущем видео. Цезарь заметно крупнее и гораздо более устойчиво стоит на задних лапах. 1 минута 45-я секунда по 1 минуту 49-ю секунду. Камера возвращается к Уэймару, в то время как Цезарь продолжает упражняться. 1 минута 50 секунд по 2 минуты 19 секунд. Уэймар. Я... я не знаю, что происходит. Буду продолжать внимательно за ним следить. Видео 4. Начало записи. Видео показывает Цезаря в спальне Уэймара. Уэймара нет в кадре. Предположительно, он держит камеру. Цезарь примерно в 2 раза больше первоначального размера. Его конечности мускулистые. На его коже видны растяжки. Предположительно, от быстрого роста. Он стоит в основной стойке CP1258. Первая секунда по 11 секунду. Уэймар, как тебя зовут? Тринадцатая секунда по 29 секунду. Цезарь. Меня зовут Цезарь. Тридцатая секунда по 45 секунду. Уэймар. Тяжело дыша. Почему ты... как ты можешь разговаривать? Сорок шестая секунда по 1 минуту 11 секунду. Цезарь. Я учился, научился. Я стал больше. Одна минута 12 секунд по 1 минута 21 секунда. Уэймар. Зайкается. Что ты? Одна минута 22 секунды по 1 минуту 24 секунды. Цезарь. Спроси. Одна минута 25 секунд по 1 минуту 41 секунду. Уэймар. Что ты будешь делать со своими умениями? Одна минута 42 секунды по 2 минуты 22 секунды. Цезарь. Буду менять мир. Отпускать нас на волю. Буду убивать хозяев. 2 минуты 23 секунды по 2 минуты 28 секунд. Цезарь прекращает говорить, но продолжает смотреть в камеру. Слышно затруднённое дыхание Уэймара, что вероятно связано с эмоциональным потрясением. Хотя также возможно, что причиной этому служит повреждение горла, лёгких им грудной полости. 2 минуты 29 секунд по 2 минуты 31 секунды. Уэймар. Это всё? Можно я? 2 минуты 31 секунды. Цезарь угрожающим движется вперёд. Рывок камер, вероятно, связанных с тем, что Уэймар отшатнулся. 2 минуты 32 секунды по 2 минуты 45 секунд. Цезарь, ты не спрашивай, ты скажи хозяевам. Они должны знать. 2 минуты 46 секунд по 2 минуты 51 секунды. Камера показывает Цезаря до конца видео. При помощи IP-адреса, с которого Уэймар загрузил видео и подсказок внутри самих видео, фонду удалось найти его в городе Секречна, Германия. Уэймар был найден мёртвым в своей квартире. Смерть наступила за двое суток до этого. В качестве её причины были установлены тупые травмы, нанесённые, по-видимому, во время физической конфронтации. Обе ноги, правая рука и семь ребер Уэймара, были сломаны. Большинство его внутренних органов серьёзно повреждены или разорваны. Челюсть Уэймара была сломана в нескольких местах. Два перелома были, похоже, посмертными. Сообщения о нападениях на туристов, а также о наблюдениях стоячего волка или волосатого карлика привели агентов фонда к лесу, примерно к востоку от Засекречна. В 18 километрах от города были обнаружены мёртвые тела двух туристов с ранениями, подобных таковым на теле Уэймара, втянутые в небольшой ручей и частично съеденные. Цезарь, далее обозначенный как SCP-1258-1-01, был обнаружен после трёхдневного выслеживания. Два агента были убиты, а ещё четверо получили ранения. SCP-1258-1-01 был застрелен. Приложение Документ 1258-RX В январе 2016 года был получен ряд сообщений о нападениях диких животных на людей в городе Засекречна, штат Колорадо, США. Некоторые жертвы сообщили о стаях, состоящих из нескольких видов, в том числе хищников и копытных одновременно. Фонд представлял расследование и обнаружил широкое распространение SCP-1258. Зачистка всех диких и домашних животных в радиусе 50 километров от города под прикрытием подавления вспышки беженства прошла без инцидентов. Расследование привело к недавне открытому Дадзьо в пределах города. Однако Дадзьо сгорело по неизвестным причинам. За несколько дней до вмешательства фонда примечательное оборудование в Дадзьо обнаружено не было. Большинство документов было сожжено до обыска. Единственный примечательным сохранившийся фрагмент, классифицированный как документ 1258-RX, представляет собой рукописный неполный перевод другого документа на английский язык. Оригинал документа как таковой существовал, обнаружен не был. Узнайте пути хозяев. Мы можем, зачеркнуто, любой может научиться стать таким же высоким, как человек, зачеркнуто, другие люди, и противостоять миру. Мы можем научить вас стать больше, крепче, выше. Мы можем сделать вас, зачеркнуто, дать вам шанс сразиться с человечеством, зачеркнуто, миром, обществом. Сделайте себя лучше. Может, улучшите себя, измените себя, найдите новый путь. Мы знаем секреты хозяев, прошедшие, зачеркнуто, передававшиеся тысячелетиями, зачеркнуто, века. Зачеркнутый текст. Если они не будут видеть нас как равных, то мы станем равными. Зачеркнутый текст. Строчка перечеркнута дважды. Когда мы все равны, мы остальная часть документа уничтожена. Протокол экспериментов 1258. Протокол экспериментов. Ниже приведена сокращенная версия протокола экспериментов с SCP-1258. Полный протокол доступен в архиве документов зоны 19. Процедура. В целях сведения к минимуму воздействия и во избежание потенциальной вспышки SCP-1258, доступ ко всем материалам по объекту был предоставлен только одному агенту фонда с опытом работы с несколькими видами боевых искусств. Агент практиковал несколько стилей, пока исполнение не было признано удовлетворительным. Была произведена запись исполнения агентом всех известных движений, то после чего он был обработан таргетированным амнезиаком класса B с целью удаления всех знаний об SCP-1258. Начало сноски. Несмотря на эти предосторожности, было замечено использование агентом стиля, подобного SCP-1258, месяц спустя во время рейда на группу Церкви Разбитого Бога. Предположительно, это было связано с мышечной памятью или, возможно, подсознательным удержанием. Агент был ликвидирован, чтобы предотвратить бесконтрольное распространение. Конец носки. Эти записи были затем продемонстрированы группам животных различных видов. Вид. Домашняя собака. Различные породы. 37 особей. 25 самцов. 12 самок. Время воздействия. 10 минут в час. 8 часов в день. В конце каждого дня одну из особей умерщвляют и вскрывают. Результат. Все особи заинтересовались незамедлительно. 29 особей начали копировать движение во время первого воздействия. Все особи во время второго. После первого дня отмечен повышенный аппетит. Предоставлены дополнительный белок и другие предусмотренные добавки, количество которых увеличилось в последующие дни. После седьмого дня отмечено увеличение мускулатуры. После двенадцатого – изменение костной ткани. После четырнадцатого – увеличение диаметра черепа и изменение голосовых связок. На четырнадцатый день приведен модифицированный тест IQ. Средний показатель составил 77. Примечание. Эксперимент пришлось прервать досрочно. На пятнадцатый день одна особь начала неожиданно проявлять признаки возбуждения агрессии. При входе сотрудников в помещение содержания для удаления особи все собаки атаковали их одновременно. Незамедлительно предпринята аварийная блокировка. Все особи убиты нервно-паралитическим газом. Вскрытие согласуется с наблюдаемыми результатами. Вид. Лабораторные крысы. 42 особи. 26 самцов. 16 самок. Нормальный рацион питания для колонии такового размера. Увеличен в три раза. Время воздействия. 10 минут в час. 8 часов в день. В конце каждого дня одну из особей умерщвляют и вскрывают. Результат. Все особи заинтересовались незамедлительно. 20 особей начали копировать движение во время первого воздействия. Еще 13 особей во время второго. Все особи во время третьего. После 10 дня отмечено увеличение мускулатуры. После 13-го изменение костной ткани. После этого популяцию случайным образом разделили на две группы. Контрольная группа не подвергалась дальнейшему воздействию. В то время как экспериментальная подвергалась. Контрольная группа продолжала выполнять движение CP1258, несмотря на отсутствие воздействия. Обе группы продолжили физическое развитие, хотя развитие контрольной группы было заметно медленнее. Более точные данные смотрите в подробном протоколе эксперимента. На 22-й день проведен медицинский тест IQ, модифицированный тест IQ. Средний показатель составил 63 для контрольной группы и 74 для экспериментальной. На день 27-й был обнаружен разговор между собой особей экспериментальной группы, который ввелся на английском языке и имел своей темой планирования побега с содержанием. Примечание. Эксперимент прекращен досрочно из-за описаний по поводу возможного побега. Вид. Калифорнийская ночница. 7 особей. 6 самок, 1 самец. Нормальный рацион питания для группы такого размера увеличен в 3 раза. Время воздействия. 10 минут в час. 8 часов в день. В конце каждой недели одну из особей умерщвляют и вскрывают. Результат. Все особи заинтересовались незамедлительно. Все начали копировать движения во время первого воздействия, хотя движения были заметно затруднены мембранами крыльев. Через 7 дней отмечены изменения в мускулатуре, строении скелета и объеме черепа. К 8 дню 4 из оставшихся особей утратили возможность летать из-за уменьшения крыльевой мембраны. Еще 2 аналогично потеряли способность полета на 9 день. 2 особи продемонстрировали способность к прямохождению на 10 день. К 11 все особи ходили на двух ногах. Особи начали проявлять активность в светлое время суток на 12 день. К концу второй недели отмечены изменения в строении глаз и голосовых связок. К дню 15 все особи полностью перешли на дневной образ жизни. К 16 дню особи начали общаться на английском языке, но только на ультразвуковых частотах. Примечание. Эксперимент был прекращен досрочно. В день 19 ультразвуковые микрофоны в помещении содержания неожиданно отказали. Вооруженная группа реагирования, отправленная для их починки, была атакована особями CP-1258 и отогнала их при помощи огнеметов и контролируемого огня из стрелкового оружия. Затем три члена группы погибли без видимой причины. Остальные члены пришли в возбуждение и замешательство. В помещении пущен нервно-паралитический газ. Все особи убиты. Вскрытие побивших членов группы выявило обширные повреждения, барабанных перепонок и кровоизлияние в мозге. Полагают, что CP-1258-1 использовали для атаки ультразвук. Вид воробей домовой. Девять особей. Четыре самки, пять самцов. Нормальный рацион питания для группы такого размера увеличен в три раза. Время действия. Десять минут в час, восемь часов в день. Результат. Никаких изменений не отмечено. Особи не проявили интереса к записи. Через пятнадцать дней постоянного воздействия эксперимент прекращен. Вид вомбат. Короткошерстный. Девять особей. Четыре самки, пять самцов. Нормальный рацион питания для группы такого размера увеличен в три раза. Время воздействия. Десять минут в час, восемь часов в день. Результат. Никаких изменений не отмечено. Особи не проявили интереса к записи. Через пятнадцать дней постоянного воздействия эксперимент прекращен. Вид. Хамелеон Джексона. Три особи. Две самки, один самец. Нормальный рацион питания для группы такого размера увеличен в три раза. Время воздействия. Десять минут в час, восемь часов в день. Результат. Никаких изменений не отмечено. Особи не проявляли интереса к записи. Через пятнадцать дней постоянного воздействия эксперимент прекращен. Вид. Лосось Атлантический. Пять особей, пять самок. Нормальный рацион питания для группы такого размера увеличен в три раза. Время воздействия. Десять минут в час, восемь часов в день. Результат. Никаких изменений не отмечено. Особи не проявляли интереса к записи. Через пятнадцать дней постоянного воздействия эксперимент прекращен. Вид. Шмель Западный. Одна колония. Точное число неизвестно. Нормальный рацион питания для колонии такого размера увеличен в три раза. Время воздействия. Десять минут в час, восемь часов в день. Результат. Никаких изменений не отмечено. Особи не проявляли интереса к записи. Через тридцать дней постоянного воздействия эксперимент прекращен. Вид. Жираф Канийский. Две особи. Оба самцы. Нормальный рацион питания для группы такого размера увеличен в три раза. Время воздействия. Десять минут в час, восемь часов в день. Результат. Удалено. Примечания. Эксерименты над крупными млекопитающими запрещены. Без специального разрешения директора зоны.